Война началась, это кошмар, но последние, наверное, я не знаю, несколько недель там или полтора-два месяца, у меня реально немножко на тему, что можем ли мы вообще жить нормальной жизнью после Мариуполя, тем более во время Мариуполя. То есть имеем ли мы право так нормально завтракать, имеем ли мы право так ложечкой стучать по яичку, которая сварена в мешочек, просто его брать в теплой квартире, сидя и завтракать, мазать. Дело не в еде, а дело в том, что слушать тишину. Имеем ли мы право? Сложный, глубокий разговор, я не знаю, как на него ответить. То есть я мечусь между тем, что я имею право или не имею право. Сложный, глубокий разговор, я не знаю, как на него ответить. Сложный, глубокий разговор, я не знаю, как на него ответить. Громантика темы, объедки жалуны, Рабы несут кромы, на дальние хамы. Когда исят не грях, когда начнется суд, Они вас не простят, они вас не спасут. Окей, тусовонька выходит. Всем привет! Здравствуйте! Здрасте! Всем привет! Я вас совсем познакомлю в процессе. Вы понимаете? Это Дима. Дима, здрасте. Вы гитарист? Да, гитарист. Вот Грэм, мимо проходит. Нет, нет, нет. Привет, привет! Я не видел тебя сегодня. Смотри, здесь. О, да, да, да. Это Грэм. Кто он? Грэм – это драма. Он наш шикарный драма. Где ты из? В Нью-Йорке. Вы уже поняли, что это Илюха Покрошка? Да. Сколько тебе лет? Извините. 28. О, другой человек. Вообще. Но еще не очень. Я думал, что меньше у тебя. Я думал, лет 20. Сразу скажу, смешно то, что мы с одним человеком совершенно не сговариваясь надели одинаковые майки. Мы купили себе… Это Мэтт. На чем играет Мэтт, всем понятно. Это Джоуи. Привет, Джоуи. Меня зовут Борис. Здравствуйте. А это наша Олечка. Здравствуйте. С днем рождения. Прошедший. У нас до войны было так. Был российский состав и был американский состав. Ну, мы называем его североамериканский состав. И я начал собирать эту группу и пестовать ее, как только переехал… Вот мы переехали с Таней и Стасей, с женой и дочкой. Мы переехали в Нью-Йорк. Это произошло там сейчас, шесть с половиной лет назад. И я начал североамериканский состав. 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 Просто, если не комфортно, как тудки с гитарой, тогда, пожалуйста, прям вводи гитару внизу, хорошо? И смотри, где он откроет звук. Возьмите. Хорошо. Давайте начнем. Если хотите, я готов вас возить бесплатно. Нет, правда. Спасибо большое, это не очень хорошо. Давайте не бесплатно, но это будет удобно, нам нужно полтора часа. Давайте мы с вами договоримся, чтобы обязательно оплатили. Я ничего не возьму, если хотите, можете там как-то, но я счастлив в том, что... Наверное, хотим? Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Это жутко приятно. Благодарность обязательно. Спасибо вам за ваши последние особенно песни. Спасибо огромное. Я не ожидал, мне очень приятно. Как же, блин, красиво, а? Блядь, этот город просто сказочно красиво. Спасибо, люди. Чехия и Прага стали символом сопротивления. И, фактически, Украина сейчас символ сопротивления. Ногу свело не относится к тем группам, у которых есть прям фанатская армия, со своими какими-то ритуалами, со своей эмблематикой какой-то, со своей разветвленной системой вот этих символических отношений. То есть у вас, я вообще не знаю, есть ли такое понятие, как фанат группы «Ногу свело». Человек, который может прийти и нарисовать на стене эмблему группы «Ногу свело». Сколько мы существуем, я все время ловлю себя на мысли о том, что мы никогда ничего не проповедовали. На мой взгляд, ситуация потребовала того, чтобы было донесено все вот так вот в лоб. А до этого мы этого не делали. Под наши песни не надо было, и не надо вообще, не надо ходить с троем, не надо быть фанатами. Я ненавижу группирование, я ненавижу вот эти вот толпы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С воспоминаниями из детства все очень тяжело, потому что у меня очень короткая память, и с детства я практически ничего не помню. Но было, в какой-то момент пришло понимание, что папа там какой-то музыкант вообще. Ну, как-то оно есть, это понимание, но это ничего особенного, ну, просто вот музыкант, направление музыкальное, которое я слушаю, то есть это... Судя по бороде, это какой-нибудь рок, рок с гитарой. Да, рок, панк, рок, металл и так далее. То есть это какая-нибудь Лим Бискетт... Обязательно, да. Линкен Парк, Корн и так далее. И это крутая американская такая альтернативная музыка, плюс всякие еще более, наверное... Ну, плюс еще старый рок. Старый рок, да, и так далее. Безусть абсолютно, и я настолько к ней, вот она вошла в меня, я настолько к ней привык к этой музыке. Ну, отличная музыка. So sorry. Андрюшка, so sorry. Just a little bit. Извини, ради бога, чуть-чуть. Не-не, говори, говори просто. Ради бога, прости меня, я мешаю тебе работать, я это знаю. Ну, вообще музыканты, насколько я знаю, делятся на тех, кто сочиняет за фортепиано и на тех, кто сочиняет с гитарой. Но сейчас еще добавились те, кто просто сочиняет за компьютером, набивая какие-то вещи вообще без инструментов. Ты к какой категории относишься? Я явно не отношусь к тем, кто сочиняет за фортепиано, потому что я играть не умею. Ну, может быть, пару идей каких-то мне пришло за фортепиано, ну, там, какие-то тупые аккорды я взять могу. Начинал я, разумеется, сочинять на басу, и я много раньше сочинял на басу, поэтому вот эта вся история, что сидя в маминой квартире на диване ночью, ну, разумеется, поставив на подбородок, подбородок на деку, на гитарный, вот это родилось так. То есть прям так оно, как ты рассказываешь, так и получилось. Да, это правда. Зачем? Роман Бахар, Роман Бру. И так далее. Вот, ну, со временем я стал сочинять больше тоже, имея там перед собой какие-то технические виртуальные средства. Я со временем очень сильно увлекся синтезаторами. И я горжусь тем, что я достаточно большой процент песен сочиняю в голове. Я начинаю слышать. Ну, это значит, что ты можешь их и нотами сразу записать? Или ты не слышишь? Я вообще ничего не могу записать, я не знаю ноты. Я презираю ноты, ноты презирают меня, поэтому это, нет, я просто слышу. Я могу это перенести по слуху на инструмент, я примерно слышу какие-то партии, я могу рассказать, рассказать музыкантам, что я хочу. Вот с годами я делаю это все меньше и меньше, потому что, ну, у меня просто под рукой технические средства, я могу это наиграть разными инструментами. Пожалуйста, представьте себя. А, хорошо. Меня зовут Josiah Lam, я играю trumpet. Мой друг, мой друг, Мат, который был тромбон-плеер, он играл с ним за 4 лет, он и я, мы, друзья, мы играли в многих разных бандах в Нью-Йорке. Так что, когда эта возможность представила себя, он сказал, что вы хотите играть и играть? Так что я играю с бандой за немного более лет. Как вы бы выяснили, что музыканты этой бандой? Я думаю, что это очень лично для Макс. Я думаю, что музыканты, песни, у них много различных влияния, но это основное, что все из него, понимаете? Даже если музыканты, эти стыли будут различные. Я думаю, что это очень важно. Я сравнил с Ногус Виллом к большей армейским пунктам, которые были внести права и политических решений. Это что я люблю, это что я люблю. Потому что если вы можете играть и играть этот антем, чтобы вы получаете такую респондинку, это очень редко. Это очень специально. Я очень рада. И тогда, я не знаю, это очень серьезно. На другой стороне... Я не помню. Я не помню. И это ладит по Максу. И, так, он поднялся. Он поднялся. И я не была играть на то время. И, так, он поднялся. И, так, он поднялся. Меня зовут Граем Доби. Я живу в Ногурсвелло. И я живу в Нью-Йорк. Из-за каких-то того, как же, я живу в Ирне Ирне? Я, конечно, с esa бронусами любил и не могла отвечать на то, что? Я все равно помогу людям. Я, наверное, как-то полагать. Я люблю в isolate, институте. А я вот это знаю. И я не знал, когда я живу в Нью-Йорк. Я не знаю, как-то знаю. Он сейчас является рамом противополизации Пропозитие, резистанция или что-то. Вы чувствуете это в музыке, когда ты играешь с ним? Я не чувствую, что это страшно, но я люблю этот элемент противопротеста, и я думаю, что это добавляет в силу и в силу, и в силу. Я очень люблю этот элемент. Что ты можешь сказать о Макс как бандитер? Он хороший или плохой бандитер? Он хороший бандитер, потому что я работаю с множественными бандитерами, в различных уровнях и успехах. Он очень приятно, что вместе с нами все, что мы делаем. И я очень, очень приятно. Я очень приятно, что он здесь, для того, чтобы все выступления, все, что мы делаем, он всегда в этом. Он очень пасширный. Я люблю работать с человеком, который очень пасширный и очень приятно. И я люблю работать с людьми, которые очень интенсивны, но также воспринимают вас довольно хорошо. Как ты им объясняешь, о чем песни? Это и по-русски ты не всегда, в общем-то, легко объяснишь. Это хороший вопрос. А как ты им объясняешь? Вот можешь прямо, может, даже показать, как ты объяснял кому-то из них какое-то содержание, какой-либо песни? Ну, самый легкий пример. Им же не все равно, что петь, то есть о чем речь вообще. Ну, окей, чтобы, например, отделаться, если бы точнее. Ну, и разумеется, это веприво колено. Ага. Это просто... То есть мы с Таней, когда вспоминаем Прагу, это только вот оказаться в Праге. Мы, разумеется, не помним, где это место. Может, она помнит. Перло и веприво колено. Это просто полжизни. Нельзя, чтобы так было красиво. Давид Черный, автор этих детей, у которых вместо лиц штрих-коды. И это, я так понимаю, это образ, который присутствует в нескольких точках Праги. Я каждое утро говорю в Нью-Йорке, мы садимся за стол, мы завтракаем. Я говорю, господи, пожалуйста, один день спокойного завтрака. Когда ты, значит, ставишь этот телефон, ты ставишь его, облокачиваешь на чашку и начинаешь съезжать. Это ёбаная сука, либо это ёбаная чашка, либо прекрасная чашка с прекрасным кофе, с нашим прекрасным завтраком в нашем прекрасном доме. Вот так он съехал. Когда ты сидишь, или сам садишься за обед, он сделал. И ты что бы ни пристрелил, ты бежишь, потому что... Я причём знаю, почему я бегу. Потому что если я вовремя не отвечу, если я забуду, если я не отреагирую, то это ещё больше, ещё больше, ещё больше будет накапливаться. Мы поехали в США, потому что... Не потому что я хотел прекратить быть в России. Я просто хотел быть ещё где-то. Я хотел быть свободным. У меня была детская мечта, ну как бы, реально детская мечта, войти куда-то. Войти, я имею в виду, войти, перейти границу, пройти паспортный контроль и не услышать вопроса. Как долго вы здесь пробудете и есть ли у вас обратный билет? И с того момента, как я стал обладателем грин-карты, это было уже достаточно много лет назад, мне задавали... И когда мне первый раз задали вопрос, я говорю, как, а я могу же здесь быть сколько хочу? У меня же грин-карта. Мне пограничник говорит, вы меня неправильно поняли. Я вас спрашиваю, как долго вы отсутствует, а не как долго вы собираетесь находиться здесь? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамуль, мы снимаем вторую часть интервью с Борисом Барабановым. Я хожу по Праге, я тебе не успел позвонить. Вот мы ходим, вот мы снимаем. Как у тебя дела, мам? Хорошо, Денис. Ну, ничего, ремонт уже закончился. Нам очень сильно в этом смысле повезло, мы одна семья. И мама прям, то есть она на всем, к нашим разговорам на интернете, на новостях и, ну как, очень плохо воспринимает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим в своих песнях не хочет никого обидеть. Он хочет высказать свою позицию, он хочет немножечко повлиять, немножечко дать в глаза, но он не хочет обидеть людей. Вот в этом мне нравится, как бы, песня, которая у нас сейчас выходит. Мне бы очень хотелось иметь возможность как-то поддержать какими-то своими маленькими силами. Поддержать Максима, потому что во многом он высказывает свое мнение, и она во многом совпадает с моим мнением. И то, что я могу сделать, вот то, то совсем маленькое, крошечное. Вот, подарить немножечко музыки, немножечко радости, а она всегда привезет немножко любви в сердца. Вот. Немножечко воодушевления, любви, тепла. И, соответственно, мир становится чуть-чуть, на самую маленькую, может быть, добрее. Это критическая ситуация. Вот, в нашей истории это критическая ситуация. Ну, я не имею в виду, не в истории ногу свело, а в истории человечества сейчас происходит критическая ситуация, в которую нужно отдать все силы, чтобы как-то нормализовать ситуацию. Когда началась война, 24 февраля, я ни с того ни с сего проснулся в 5 утра, хотя для меня это абсолютно не свойственно. Смотрю, открываю телеграмм, война началась. И я звоню Тане, моей маме. Они в этот момент с Максом находятся на Ямайке в отпуске. И мы начинаем обсуждать всю эту ситуацию сложившуюся, что это... Извини, пожалуйста, тебя матом ругаются? Да. Что это полный пиздец. По-другому это просто не назовешь. И надо срочно что-то делать, как-то высказывать свою позицию, потому что надо приложить все усилия, чтобы это остановить. Надежды на русских людей, на музыкантов, на большее количество музыкантов вообще никакой нет. А для Максима это было неожиданностью? Для него это было неожиданностью, но он более эмоциональный человек. Я все-таки имею самые радикальные взгляды в нашей семье по поводу всей ситуации. И для меня это абсолютно, ну, никакого удивления не было. Получилось, что ведь поддержали эту войну опять тот же, например, Чаев. Да, но так я им никакой не верил. То есть у меня Боженька упас от того, чтобы я вот это «Ой, Йо» не пел. Ну, хорошо, Боженька у меня упас там, ну, мне просто это и стилистически вот это все не... Просто мне некомфортно, мне это разрушают даже эти звуки, вот когда я слышу эти звуки. Хорошо ли я сейчас поступаю, что я до войны так не говорил, типа какое-то там подобие политессы соблюдал, а сейчас я говорю. Да похуй! Время пришло так говорить. Я и тогда особо политессы не соблюдал. Ну, я, правда, не называл по именам. Я говорю, что я русский рок не люблю. Я тогда, я не верил в него, не верил. И сейчас очень многие люди говорят, вот такая-то и такая-то группа для меня стала разочарованием. А для меня она не стала. А для меня совершенно все, все просто вот так вот сложилось в этот пазл. Потому что он был неискренним. С самого начала. И этот хуй, блядь. А свет в оконце. Потому что, блядь, другого и написать не может. Почему я об этом говорю сейчас, а что ты по-кровски раньше об этом молчал? Что ты сейчас такой герой? Мне похуй, какой я был и какой я не был. Время сейчас всем плохое. Кроме одного. Нахуй посылать легко и приятно. Оле, 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 что дома мамы, солдат. Оле, 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 оле. Наса, красиво, наса. Отдать, отдать, отдать. И это совершенно четко визуализировано на сцене. Каждый получает больше и больше пространства. Вот Мэтт сегодня выйдет куда-нибудь. Нет, понятно, что он отсюда выйдет куда-то сюда уж не раз. И ногу сюда поставит. И, наверное, сюда выскочит. И, то есть, это какая-то... Мы тусуемся все на сцене. Мы не уйдем, просто учнем. И разнемся опять. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какая-то выступление? Какая-то, какого-то, сначитывая? Это, как, онлайн или... Брайан, который мне рекомендовал, сказал, что это такой в итоге будет хорошая для них. Татяна, Макс'妻, nécessite материалы и сказал... Просто изучай. Но это важно для тебя понять, что он делает? Это песня о том, что я не могу рассказать, но это происходит. Какие ваши любимые? Для меня это тромбон-плеер, как «Аръ Young Funny Voices», который имеет большую тромбон-соло, и тромбон-плеер, чтобы получить мелодичный контент в пункт-банде. Не хотим туда быстро, на секунду. Можно? Тут просто реально секунда. Здравствуй, Карлов мост! Вот он, прекрасный, знаменитый Карлов мост. И у нас очень кинематографичное небо. Нас Прага встретила кинематографичным небом. Я хотел здесь с тобой поговорить, именно здесь, в этом месте, как бы в кавкянских местах, поговорить с тобой о природе абсурда и о том, что абсурд всегда был в ДНК, в ДНК группы «Ногу свело», в текстах, в клипах и так далее. И когда мы говорили о том, что вы не призываете, у вас нет лозунга, и самая ваша популярная песня лишена смысла лексического. Теперь уже не самая. Это все, оказывается, можно видеть вот так. Не все, но многое. Он высылает таким образом. Вот я так не могу себя разложить на такие вот компоненты, как музыкант, просто как человек, я больше сюда, в западной музыке. Но, тем не менее, я все время говорю, я называю себя сыном, и нас много всего сыном Московской рок-лаборатории. Московская рок-лаборатория была, видишь, у нее даже название другое. Не клуб. Не рок-клуб, не ленинградский, не свердловский рок-клуб, как они тогда назывались, а Московская рок-лаборатория. Она была совсем другой. В ней был вот этот вот хороший подвыподверт. Не подлинненький, не такой, что вот вы такие, а мы вот другие. Это все шло через иронию. И вот эта подача, это не прямая подача, не лобовая подача, она, конечно, была, свойственную ногу свело с самого начала и во многом через рок-лабораторию. У меня же были огромные амбиции, связанные с… Я всегда хотел преуспевать на Западе, потому что я хотел быть человеком мира. Но у меня были огромные амбиции, связанные с Россией, связанные им и с Москвой. Тогда, когда было то радио максимум, которое было то радио максимум, понимаешь? И тогда, когда было нормально не говорить в лобовую. Все, что произошло потом, когда рок-лаборатория уже загнулась, когда уже начались двухтысячные, когда открылось наше радио, когда нахлынула во многом очень талантливая музыка из страны. Но столица должна была ее переварить. Как, я не знаю, как печень, которая… Это был очень большой удар по столице. Она не выдержала… Она не… Причем, по двум столицам. По Питеру тоже. Но по Москве, наверное, все-таки сильнее. Может быть, я просто говорю, потому что я москвич. И она… Печень не выдержала. И она стала… И она стала… Прогнулась под это все. Под группу Агата Кристи и под группу Чаев и под группу… Ты об этой сцене говоришь? Ответ – да. Есть такая вещь, лежащая на поверхности. Его просто никто не озвучил до сих пор, что все, за что народ полюбил самую популярную группу последних, там, 10-15 лет – «Ленинград», все было придумано и сделано. Группой «Ногу свело» еще до того, как появилась группа «Ленинград». Использование ненормативной лексики, ска-панк, даже какие-то ходы. И даже песня «Хуй» у вас появилась раньше, чем вообще появилась, мне кажется, группа «Ленинград». Это как бы привело к тому, что вы не говорили. Мы придумали эту хуйню. Мы сделали «Гоголь Борделла» до того, как появился «Гоголь Борделла». Мы сделали то, что сделал «Ленинград» до того, как появился «Ленинград». И многие вещи можно перечислять. Но вы этого не сделали, у вас был ваш путь в творчестве, собственно. Это я так вижу картину. Ты сказал то, что ты сказал. Я не буду это комментировать. Давайте, Макс! Мне просто все говорят, что вы на самом деле программисты. Я работаю в компании, которая является подразделением ДСО систем. И мы разрабатываем софт для клинических исследований. Всякие вакцины и так далее. Вот всегда как бы музыка была моим хобби. И так вот получилось. И самое интересное, что когда я начал играть на гитаре, я вот очень… мне понравилось. Группа «Ногу свело». Я помню, у меня последняя кассета, которую я вообще в жизни купил, что-то было в темноте. Макс отправлялся в тур по Америке. И гитарист не получил визу вовремя. И Андрей, вот наш звукоинженер, он мне вдруг позвонил с утра. Максу такого покровского знаешь? Знаю, конечно. Можно на гитаре поиграть еще так? Ну, так подумал. Ладно, попробую. И потом мы созвонились. Я записал какие-то несколько партий на видео. Потом мы встретились. И вот начали работать. С 2018 года мы уже вместе сотрудничали. Песни «Украина» я записал скрипки, например. Вот такие вещи. На скрипке или… Да, на скрипке. Да, я закончил музыкальная школа по скрипке. И еще какие-то инструменты, на которых вы для «Ногу свело» именно сыграли? Или это вот единственный случай, когда это не гитара, а что-то еще? Немножко на клавишах, на флете, на трубе. Например, в песне «Заебали» я сыграл на трубе. Еще «Юфониум» такая, как баретон. И что-то вроде все. Что должно быть в группе «Ногу свело», чтобы это была группа «Ногу свело», а не Максим Покровский, исполняющий песни группы «Ногу свело» разных лет? А что там… Это потрясающий вопрос. Я прям так аж расчувствовался. Смотри, а для этого нужно две вещи. Вещь номер два, но она, кстати, не менее важная, чем вещь номер один. Чтоб человек был глубочайшим образом в материале. Это не люди, которым написали на нотрах, и которые… Они глубоко в процессе. Вот, а первое, наверное, самое главное, но просто народ должен понимать, что происходит. Что происходит в группе… Мэтт, тромбонист, он говорит, Макс, помимо того, что мне нравится музыка, мне очень интересно, как вы живете, в какой жизни вы живете. Нужно, чтобы мы были группой. Мы начинаем вместе валять дурака. Когда группа вместе начинает валять дурака, то есть после какого-то концерта, это, по-моему, был третий концерт, это был… Гамбург. Ну, поскольку мы из Нью-Йорка, я говорю, ну, мы… Конечно, мы Нью-Йоркеры. Я говорю, «Эй, ребята, это идея для нового сайта проекта». Этого проекта никогда не будет, но просто… «Нью-Бурперс». Рыгальщики. И мы записали идиотическое видео. «We are new burpers». «Нью-Бурперс, бурперс». То есть вся команда, особенно их, они так рыгают. И это… Вот это называется «ногу свело». И когда финал концерта, последние, наверное, пять песен, это чистое веселье. Это чистое счастье. Это чистые танцы. Сегодня я почувствовал, что это какое-то изгнание бесов. Экзорцизм такой, да? Когда ты поешь пять-шесть песен подряд, которые просто, ну, вызывают исключительно положительные эмоции, это реальный экзорцизм. Ты перестаешь, ты убиваешь в себе зло, которое есть даже в тех, кто… даже в тех, кто, в общем-то, на стороне добра, но все равно ты это выводишь из себя. «Да чего ваньку ломать? Ну, мы сегодня на концерте. Люди пришли отдохнуть. Люди пришли расслабиться. Да, наши концерты сейчас другие, потому что мы написали такие песни. Но эти люди пришли сюда, пришли сегодня, пришли это сделать. Мы, в конце концов, исполняем свою любимую работу. Вот это не может быть достаточно или недостаточно весело. Это обмен энергией. Это обмен энергией. Я думаю, что это самое главное. «Лёгкие кошки» Субтитры делал DimaTorzok Для меня это больше даже не релокация, а эмиграция. Потому что я для себя решил, что я уехал окончательно. Не веришь в то, что на твоем веку что-то произойдет, из-за чего ты вернешься? У меня немножко другие взгляды, нежели чем у Максима и у Тани на этот счет. Но я считаю, что в ближайшие 15 лет в России лучше не будет. И я не готов свои 15 лет отдавать для развития России чего-то другого. Я хочу жить здесь, сейчас. У нас, слава богу, все настроены против войны. Просто у Макса более оптимистичные взгляды. То есть он думает, что год-два, условно, может быть, до пяти лет, возьмем сугубо, и все в России будет наладиться. Я ставлю на то, что 15 лет, как минимум, будет все очень плохо. Потому что война закончится, и что с Россией будет? Он немножко преувеличил мой оптимизм. Никакого оптимизма у меня тоже нет. Абсолютно. И я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Россия стала лучше. Абсолютно не вижу. Для меня Россия, любая страна, любое общество – это, скажем так, пассажирский состав. Его движет локомотив. В данном случае в правильном направлении, в направлении цивилизованном, мирном, разумеется, любое общество двигает интеллигенция, передовая часть общества. Передовая часть общества России сейчас ничего не делает. То, что мы делаем с тобой, может быть, не так плохо. Но всем мы ничего не делаем. Мы более чем лебедь, рак да щука. Навальный сидит в тюрьме, Яшин сидит в тюрьме. Интеллигенция занимается рассуждениями. Я сейчас состою из размышлений. Ты мне не писал вопросы, я не готовил тебе ответы. И хорошо. Да, 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 и это прекрасно. Сколько лет нужно будет интеллигенции, чтобы это понять? Мы надеемся на нового Горбачева. Мы с тобой надеемся на нового Горбачева. Потому что мы не можем встать и все вместе это сделать. Потому что мы сделали так, что наш народ нас не слышит. Студент Ян Палах, ему 21 год. И после вторжения советских войск на территорию Чехословакии и после подавления советскими войсками, советскими, вообще советским миром, подавления свобод, которые начали пробиваться в Чехословакии в этот период, он не находит ничего, никакого другого способа обратить на это внимание, кроме как покончить жизнью. Этот эпизод с его самосожжением, это, как я понимаю, одна из самых ярких точек в истории Чехии, Чехословакии. Ну, это, как бы, такой знак мирового масштаба. И тут скорее не вопрос, а, наверное, какое-то размышление о том, насколько далеко ты можешь зайти, отстаивая свои принципы. Ты когда-нибудь думал об этом? О-о-о, я об этом очень много думал, и это страшно, потому что я не знаю, что я могу выдержать. Чем ты можешь пожертвовать? Я вот думаю, что есть границы, когда ты можешь сломаться. Я могу сломаться, любой может сломаться. Я не знаю, есть ли об этом смысл сейчас говорить. Мы можем с тобой об этом подумать, мы можем представить, но это навряд ли будет иметь какое-то отношение с той реальностью, которая, не дай бог, может произойти. Мы в России, мы в реальных условиях, мы другие. Выдержал бы я то, что выдерживает сейчас Навальный, физически и морально, наверное, мой ответ был бы отрицательным. Наверное, и нет. Скорее всего, я бы не выдержал этого. Ты бы не вернулся просто в Россию. Вот я стою здесь и не возвращаюсь. Почему я хожу по Бруклину, а люди смеются? Почему я хожу по Праге и все равно улыбаюсь? Вот мы придем, сейчас пивка долбанем. Вот. Не, опять же, тут не надо, наверное, как-то, ну, совсем себя загонять в такие рамки. Может быть, ну, это у каждого свое. Я считаю, что, ну, мы бы с тобой могли бы быть какими-то другими людьми. Мы вот испытываем этот дискомфорт так. А эти люди испытывают вот так. А есть огромное количество людей в стране, в которой мы с тобой прожили жизнь, которые вообще не понимают, о чем речь. Я вот повторю, да? То есть они не рефлексируют это так. Они не понимают, а с чего это он так? А что ему? Ему что? Ну, приехали танки, ну, уехали бы танки. Ну, ты бы не смог там рисовать карикатуры на Брежнева в газете, например, да? Как это было в Чехии до 68-го года. Ну, там что-то, да, там чуть-чуть отрезали бы какие-то свободные. Ну, хлеб-то есть в магазине, ну, там воздух есть, которым дышать. Вот. И я уверен, что есть огромное... И как выяснилось, этих людей в России реально много. И с ними очень сложно общаться. Начну я ответ на твой вопрос с несогласия с одним твоим словосочетанием, которое ты произнес вначале, задавая этот вопрос, в стране, в которой мы с тобой прожили жизнь. Нифига мы никакую жизнь не прожили. Я никакую жизнь не прожил. Я, как почтальон Печкин, моя жизнь только начинается. И только так. Это идет через все. И через твои слова о московской музыке и о тех группах, которые сделали бизнес на матершине, а мы не сделали. Не сделали, потому что у нас есть впереди чем заниматься. У нас, перед нами замечательный, прекрасный мир. Я стою здесь. Я стою здесь на легальных основаниях. Я могу поехать в любую точку мира и посмотреть любому человеку в глаза. Мне не стыдно. Ногу свело, выполняет очень четкую функцию. Как я сказал, ногу свело. Функция нашла нас. Не мы нашли функцию. Мы помогаем не утонуть и держаться на плаву тем, кто и так все понимал. Слезы заспели, как он на земле. Скоро завянет вену. Полная трюка стоит на столе. Слором, ногу, сынок. Полная трюка стоит на столе. Слором, ногу, сынок. Если хотя бы одного человека я переубедил, если с песней «С Новым годом, сынок», хотя бы одного я удержал от того, чтобы он пошел на фронт, но я даже в это не верю. Нас не слышат. Потому что мы так прожили. Я так жил. КОНЕЦ КОНЕЦ ЗАВЫ ПРОСТОВ ОООО ДОМПЕС Они мне дали с документом с такими словами, и я издалил. ЗАВЫ СТАВЫ ЗАВЫ СТАВЫ Онрясся. ВЫСТРЕЛЬ СТАВЫ СТАВЫ НЕВЕЛИЦ СТАВЫ Вы найдёшь? У меня не было проблем. Да. Андрюш, Такого говна в унитуре. Во-первых, я не слышу грэма. Это не мы с тобой, это завтра. В зале был отличный звук. В зале мы с Андрюшей столько мучились, но я тебя в конце... Я не ловлю ритм. Илюша, прослей к пацанам. Очень трогательные эмоции. Какие-то моменты были не в тех, которых я ожидал. Какие-то вещи, которые не там, где я думал, что оно будет. Ира, всё, ты уже поздно. Спасибо огромное. Спасибо, что пришли. Спасибо, что с нами. Спасибо. Спасибо вам за такого талантливого сынка. Он на самом деле очень хороший. Мамусе, мы погнали. Нам надо ещё беседовать. Мы завтра с Артемием ещё встретимся. Да, Максим очень востребован. Мамуль, давайте, всё, пока. Целую тебя, Маму, пока. Пока, пока. Когда ты смотришь в зал, я понимаю, что, во-первых, высвечивается только первый ряд. Были ли моменты, когда тяжело петь, потому что есть эмоции от зала? Потому что мне все говорят, что на песне Украина у людей слёзы и так далее. Это при том, что к этой песне есть у моих коллег много вопросов. Что она слишком прямолинейная, что клик не так снят, что она какая-то... Ну, как бы это... Много чего я читал про это. Прямолинейный? Я сейчас прямолинейный. Сейчас. Коллега, блядь. Я не стыжусь своей прошлой жизни. Я не стыжусь своих действий, я не стыжусь своих глупостей. Я не стыжусь своих ошибок, коих я в жизни совершал и совершать буду, потому что я живой человек. Так устроены люди. Я шёл каким-то своим путём. Я нажил себе бешеное количество врагов, потому что... Ну, не мог по-другому. Потому что жил, как живу. Артемий Николаевич, а вы помните первый концерт «Новгас Виловск», который вы увидели? Я думаю, да. Да, это было где-то году в 89-м, я думаю. На фестивале рок-лаборатории где-то там новогоднем или что-то такое. Помню, да. Я сразу подумал, что очень... Квёрки. Есть такое английское слово. Квёрки. Такая группа, да. Мне понравилось. Спасибо большое. Никогда не похоже. Ура. Услышать от вас такое... Люха, у тебя нормально всё было с твоей стороны? Да, у меня всё зависит. Не ругайся, детка, подожди. Старший. Ура. 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 Этих essentеряги. Ура. Я жил в Праге пять лет, и это были очень интересные годы, с 63-го по 68-й. Это отсюда сама формулировка социализма человеческим лицом? Да, это, то есть, по крайней мере, две такие исторические, два исторических мема, я бы сказал, отсюда пошло. Это «Пражская весна» и это «Социализм человеческим лицом». Кстати, то, что впоследствии в Советском Союзе хотел построить Михаил Горбачев, потому что я с Горбачевым тоже был неплохо знакомый, и вели мы с ним несколько раз такие долгие пьяные разговоры. В частности, отвечая на мои вопросы, Михаил Сергеевич мне сказал, что у него не было никакого желания доводить все это до того, до чего оно дошло в 1991 году. А все его амбиции касались того, чтобы построить социализм с человеческим лицом, а никакой не капитализм с рыночной экономикой и так далее. О, да, колено. Поехали. Ну, это не помешает нам разговаривать. Да-да-да, это не должно помешать, это должно вас стимулировать только. Ну, вот, разговаривать и слушать. Чирс! А как по-чешски было? На здравии! На здравии! Можно ли провести параллели между сегодняшним вторжением России в Украину и тем, что тогда сделала советская власть, советский режим с Чехословакией? Или это очень натянутые сравнения были? Я думаю, что есть черты сходства, есть различия. Совершенно несомненно, что и там, и здесь имеет место интервенция, причем интервенция сильного против слабого. Вот, то есть это подло, это подло и это незаконно. И, естественно, точно так же, как сейчас весь свободный, во всяком случае, мир полностью поддерживает Украину, то же самое было и в 68-м году. Интервенция в Украину – это в первую очередь война Путина. То есть никто не говорил, что интервенция в Чехословакию – это личное дело Брежнева, скажем. Считается, что даже в советском руководстве были разные мнения по этому поводу. Условно говоря, Суслов был за, Косыгин был против, а Брежнев, значит, находился в колебаниях. В данном случае, то есть война 1922-1923 года – это война Путина. И это действительно война, у которой никакого рационального оправдания нет. Это война психопата. В течение 1922 года ты написал огромное количество песен, если сравнивать это и с твоим графиком, и с, в принципе, тем, как пишут другие. И у меня ощущение такое, что если для многих музыкантов первые месяц, два, три – это был период такого ступора, когда ты настолько ошарашен всем, что ты не можешь дальше двигаться, не можешь понять, какие слова нужно подбирать, то у тебя, по-моему, первый сингл «Антивоенный» появился в апреле, в мае. Какие мы все тонкие. Ступор у них был. Чего у них ступор был? Взял гитару, пошел, делай. Да или нет. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь. Это работа. Но, разумеется, никто не заставлял. У меня есть то, что я умею делать. Я начал это делать, и это все. И да, количество достаточно большое, я сейчас не знаю, как себя остановить. Ну, немножко остановил. Ну, просто я не могу выйти из этого процесса. Из него надо не то, чтобы выйти, нужно каким-то образом трансформироваться. Это трактир у Чаши, который знают все, кто читал, наверное, самое известное произведение чешской литературы и мировой литературы. Одно из самых известных произведений – это похождение бравого солдата Швейка, Ярослава Гашика. И именно здесь любит бывать главный герой, бравый солдат, собственно, Швейк. Здесь его арестовывают, отсюда его призывают. Здесь происходят какие-то главные ключевые коллизии, но при этом он живет неподалеку. Мы это обсуждали сейчас в машине, что есть такая… Я так понимаю, что это что-то типа пословицы, что пивная должна находиться на расстоянии не более чем двух минут от дома, где живет Чех. То есть это обязательно должно быть рядом. К своему большому счастью я эту книгу прочитал, потому что я не книголюб, я очень мало читал. И, ну, наверное, лет 20 назад я ее прочитал, может быть, чуть больше. Почему-то возникла параллель, при том, что я не книголюб. Я все время впереваю двумя любимыми самыми глубокими, на мой взгляд, произведениями мировой литературы. Это «Незнайка на Луне» и «Карлсон», который живет на Крюш. Они действительно очень философские, на мой взгляд. Вот, но сейчас и вообще в последние месяцы у меня возникает… Это «Незнайка на Луне» Да, которого я не полюбил. Я почему-то все чаще и чаще вспоминаю Платонова-Котлована. Вот тот абсурд, который описан в этой книге… Я понимаю, что это сейчас не Швейк, потому что это не Чехия, не Прага. И не война. Какой-то стиль. Да, и не война. Но то, что происходило там, то, до какой степени доходили люди в своем… Опять же, это то, о чем мы с тобой говорили, непонимание, к какой форме жизни они принадлежат. И, ну, то есть, или, видимо, наверное, в своем состоянии комфорта от того, что они принадлежат вот к этой форме жизни. Какой-то ребенок, там, дядя отдай какашку, когда у него солдат, там, или большевик отнимал горшок. Вот для меня вот этот абсурд сейчас существует. То есть, для меня существует абсурд Швейка, потому что мы находимся вместе Швейка, потому что мы сейчас говорим здесь с тобой. Но если все-таки говорить о том, что происходит в жизни, то это, наверное, котлован Платона. Когда меня постоянно спрашивают о том, а как же так, а как же там какая-нибудь группа «Чаев» или какой-нибудь там Сергей Голанин, или хрен его знает, кто еще. Они же рокеры. Ну, я смотрю на это очень спокойно. Во-первых, я их не считаю рокерами. Рокеры – это те, кто против войны и против репрессивного государства. Это было всегда. И это является абсолютным принципом рок-музыки. Это пацифистская музыка, и это музыка свободолюбивая. И никуда ты от этого не денешься. И это записано на всех скрижалях. Я ведь до песни, я об этом уже говорил, до песни «Я не нужна война» в свои 54 года, тогда было 53, оставался наивным дураком. Я реально думал, что музыканты могут собраться и спеть вместе. А если бы музыканты все, вот все, просто все абсолютно российские музыканты, и дальше можно начать торговаться, а может быть не все, а 99%, а потом может 98%, да даже и 83% пойдет. Если бы вот так, и такие 83% собрались и исполнили такую антивоенную песню, все вместе. Просто спели бы одно и то же. «При экране», «Нам не нужна война». Существовал бы какой-то прецедент. В глазах тех же самых украинцев, русские, российские рок-музыканты, не обязательно рок-музыканты, мы просто говорим это слово «рок», неважно. Российские музыканты собрались и все вместе сказали, вот так вот на телефон все прислали, вместе, звукорежиссер нужен, нам не нужна война. «Извините, что я рекламирую свои строчки». Окей, как друг угодно, прекрати стрелять, все что угодно. Сейчас речь не обо мне, речь идет о том, остановили бы музыканты этим войну. Наверное, нет. Но статус страны был бы другой. В глазах украинцев, в глазах всего мира. Это та страна, где современная популярная музыка четко заняла позицию. Поэтому в этом смысле, феврально, наверное, музыка могла бы остановить войну. Страшно. Страшно. Это надо быть дураком. Взрослым мужиком в таком возрасте надо было быть таким дураком, чтобы в это каким-то образом верить. То, что люди могут собраться и успеть все вместе, просто высказать все вместе свое мнение. Я в это поверю. Я после этого каким образом должен себя вести? Я не буду подавать руку. Я обычно стою на сцене или сбоку от сцен. Я вижу, как народ реагирует на эти песни. Меня просто пробирает всего. Допустим, вот есть такая замечательная песня «Украина». Да. В течение этой песни народ просто плачет. Потому что это история боли. Но воспринимает их просто волшебно. Даже, я бы сказал, лучше, чем самые известные хиты из былых лет. inc. ПЕСНЯ ПЕСНЯ я думаю знаешь как мы резюмируем вот так посмотрим что я стою я профессионал я просто делаю свою работу и я считаю что моя основная задача моя основная моя основная гордость если я просто делаю свою работу хорошо хорошо это как минимум так как я ее могу максимум если я выдаю максимум того что я могу это означает что я сегодня прожил день в труде не не в белопальтовых размышлениях о том что как бы нам еще концептуально вот сформули я просто делал свою работу я находился в своем субтитры а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Слава Украине!